здравствуйте здравствуйте дорогие друзья нежданно негаданно таффа и окроха начинают эфир hell case cup for steam spirit начинается пистолетка и конечно же наша секретная 8 студия здравствуй окроха добрый вечер таффа ну вот так вот да сам себе режиссер продолжение замечательного турнира с уже гигантским призовым фондом на самом-то деле hell case cup под номером шесть две российские команды сегодня вообще вечер снг кс разные абсолютно с разными историями тимы попадаются нам но тем не менее я думаю что как будет замечательным ну и разнообразное положение у них в группе также да об этом всем будем говорить по ходу этой трансляции сегодня нас с вами ожидает три best of one матчем вот возможно какие-то технически маленькие неполадочки друзья вот буквально 5-10 минут это надеюсь их не будет потому что мы вот параллельно готовимся настраиваем все что можно очень активно сейчас как говорится развивается киберспорт и sltv потому что куча оборудования студии разбираются уезжаются неимоверное количество чемпионатов нас ожидает уже ближайшее время ну и вот один день немножечко без запасной так называемой коморки мы поработаем но надеемся что сейчас и пофиксится и мы с удовольствием посмотрим за барзами spirit так ну тут сверх выдуманный такой пистолетный ранг который по факту заканчивается полнейшим фиаско думали долго решили все-таки идти на точку b по факту напоролись на засаду из двоих то есть не угадали кол на ноль и вот этот улын просто-напросто никуда не заехал spirit но не смогли справиться собственными силами форс кстати друзья кто-то наверное смотрит книги и дефигу что же это за команда это просто-напросто те самые спартак которые по обоюдному как в официальной ноте было сказано согласию расстались в организации и заменив одного игрока под ником проплех на алмазера который уже эту организацию под названием форс представлял с другими ребятами четверка будет в общем с этим парнем отыгрывать пока что что из этого получится понятно но положение на турнире сохраняется раунд моментально кстати к форсу приступают ребята пытаются сделать все четко и быстро у них это уже баконы не отыгрывает также фейскрек ложится отдыхать горизонтальном положении происходящим в раунде не словить 42 двукратное преимущество причем одна из них пишет половине на это значит что пассивная в отыгровке в дальнейшем бомба поставлена время задуматься наверное осей так ну давайте наверное ребят вот я общаюсь у нас титром вернемся уже после этого матча пока что просто насладимся хорошим кс-ом а кроха тоже как будет возможность включить нам чат чтобы что вы говорите по звука мало ли вдруг что не так сейчас у нас успеет получается форс да есть последний минус и очень четко просто просто на изичах лобовая атака центра удар в ребра так называемый который находится на миду сразу же два молниеносных минуса третье подоспел как нельзя кстати и все на этом раунд можно сказать что закончился очень очень быстро сейчас мы уйдем в оффлайн дамы нас никто не тревожил все гуд смотрим друзья дальше даме наших уже к настройкам надеюсь мы сейчас быстренько так сокров и привыкли друзья потому что такой хороший матч не хотелось бы пропускать хелкейс кап отличный очередной сезон в котором вы можете помочь вот призовому фонду и конечно же коллективом в принципе там все написано и придите на сайт хелкейса да там 10 процентов пойдут от вашей покупки как раз вот ребятам на призовой там колесиком вниз промотайте два сундука есть один 5 долларов другой 22 замечательно там с эти ножи кладут не знаю как по шансам я думаю что многие сталкивались с неудачными покупками любить нож из гейбанилла в кэсе поэтому я думаю что здесь побольше скину приятнее и также как правильно ответил тафа часть из ваших денег за этот сундук пойдет в призовой фонд уже друзья пользуются сайт хелкейс практически три раза смотрится довольно приятно но и что качели у нас продолжается пока что размена один в один третий раунд окончание его 50 секунд продвижение конкретного вот атаки пока что нет если не считать посмотрите здесь цепиться за раунд фарзы небольшой ответа да ну и посмотрим чем все закончится бомба заходит на точку отличная ситуация стоит но небольшой размен старик сером и период раунд опытнейший серьезно жестко жестко просто разобрался и на самом-то деле спирит и укрепляют свое преимущество посмотреть предыдущие статистику успеха точнее встреч друг другом то немножечко более приятно выглядит коллектив литва так уж удавалось исключалось что по последним временам не могли именно противостояние когда еще новый игровой сезон новая история довольно четко проверить и звук мне вот самому не если честно звуки забирают но ладно посмотрим друзья чем сейчас и закончится возможно пара девайс но нет молниеносная три очередных минусов исполнения команды спирит фейскрек отличный третий раунд для команды спирит затем сергей щука я знаю давно знакомый наверное уже точно более 10 лет может быть даже около 15 и сколько я не следил за его карьерами всегда казалось именно карта инферно вот то самое место на котором ему нравится действовать и на котором он имеет абсолютное правильное понимание как же играть эту карту как растягивать оборону как действовать защите за было это в 1-6 я уверен то же самое будет в кс-го в принципе наверно мы не просто так видим что команда спирит играет инферно да и кстати спирит это выбирали показались от мука хотя тоже в принципе довольно приятная карта ну что же бомба пока что дропнута по дефолту на выходе из террорского спауна довольно пассивно пока защищается литва его команда но мы понимаем нету особо большого какого-то количества авп и гранаты и действительно очень сложно действовать именно на инферно вот с такой подборкой вы не можете выйти там не в агрессию хотя нет знаете был там теоретический шанс сейчас начале выйти на банан там как-то его занять возможно сыграть втроем но опять же это наверное были бы последние гранаты и после этого форзов бы ничего не осталось поэтому играют закрыто в надежде на фраги на хороший прием ну и конечно же где-то еще откидаться с маками и флешками смогут но правда только один раз если их прокидают ребята начнут сразу все откидывать и грамотно сделать спирит то все будет но скудненький раунд все прекрасно действительно у спиритов они укрепляют уже свою серию серию выигранных то есть три подряд но вот закупка в ноль у форса они прекрасно это все дело понимают одна пара диффуз китов здесь просто пассивная отыгровка в развитии этого раунда и вот если опорники оплашают то халпы молниеноса не будет с укреплением на точку а кстати одного уже высыхают вдвоем остались просто сидят в пленту закрытые посмотри даже никто не напрягает слонга шорт открыт и просто выходит в вп тут даже флешка не может вылететь делают энтрикил а дальше еще можно поиграться хотя 20 секунд тут нужно заходить на пленты потому что 4 жилые перекреты пытаются спирита вскрывать всю оборону правда это не получается либо первого вынувку и второго отправляют туда же тиммейт из ямы халкует и только один размен на волоске и что будет бомба или нет даже бомбу не дали поставить вот они последние тайминги к чему приводят особенно на карте инферно но чуть-чуть раньше бы сперить начали атаку не нужно было спешить делали все в принципе правильно зашел шорт заходил игрок слонга но из-за этой спешки получился настоящий провал и все таки нужно использовать наверное кого-то в коврах сейчас это крайне важная позиция при выходе на плент без ковров практически невозможно сейчас четко выйти да по крайней мере вот значит даже если не жесткого игрока туда запускать чтобы он ставил голову в яму то хотя бы отвлек внимание потому что именно позиция в яме в этих песках больших и сыграла ключевую роль вроде бы и понимали синхронность размена который последует от защиты пытались поступать на вскрывать позицию глубоко фунте теперь модную даже столбом на ящике и понимали что есть песках но это факт у меня получилось как раз таки от отсутствия того звена из ковров или от недостатка гранат хорошо принимает соперников отличный entry kill в этом раунде в исполнении алмазера опять же пока что форста но и спирит опять же мне тоже очень нравится в те раунды которые они предлагали но вот сейчас команда немножечко как это растянулась по карте и по одному погибли с вот фиг колди также отдыхает в этом раунде ну что ж старик за в кост но попытались опять-таки с накрасом посредством жесткой стрельбы встретить опорник глубоко стоящих это не полетилось изначально хотя на точке б уже оставляется на оси туда следует и промежуточная холпа не особо так уверенность и спауна хотя это самое неуверенность и тем не менее отвлечь внимание не удается и все-таки есть минус 3 3 и теперь за гробами в конструкциях той самой церкви и сколпующую можно ставить бомбу визуальник так отрезан пока что дымами и можно под это дело работать все сгруппировались удобно для себя позиции я и бандурян мог там двоих положить одним зажимом не менее так неплохо раздамажил соперников 1 на 1 с красным фейскреком тут без шансов раунд за командой спирит все по красоте сделали правда бандурян дима бандурка как всегда с эпическими никами но разобрался довольно четко кстати у него был момент когда вот очень неприятно он понимал что есть один из соперников пленте но по спине ему просто чесали прострелом через мог тем не менее не растерялся и смоки нашел обратно развернулся опорника опорника без жизни оставил то есть принципе на его плечах лежит взятие этого плента и уже заключительная разыгровка в раунде дима молодец дима красавчик раунд плюсом спиритом но опять-таки качели продолжаются самой неприятной ситуации для фарзов что могла возникнуть а именно раунд взяли раунд отдали теперь ну пытаются форсить ноль но опять не считая экономику соперника спирита делю действует довольно таки быстро напараются на агрессию на банане и и вкрываю 2 в 1 ну и теперь оттяну да в принципе опять очередная шикарная ситуация для команды спирит но если говорить в общем о карте инферно постоянно говорим что в принципе это в большинстве случаев карта атаки хотя при определенных классных обстоятельствах то есть если вы хорошо начинаете в защите там с пистолетки не отдаете оружейный у вас появляются деньги вы можете позволить себе там раунд из двумя а в п как-то покомбинировать тактики и стратегии тогда да действительно можно круто отыграть целую половину и набрать там кита 10 а то и больше раундов защите но опять же если вы понимаете делать и вы играете на карте инферно ты же должен помнить старый вот этот так форс я просто так посмотрел на википедии там тысячи аж до исторически какого-то 5 или 4 года он существует в одно время куч вместе играли составе в десятом году просто столько шумихи навели что собрали какой-то легендарный состав там аэрдрайв играл на правде нефейн нелепость играл еще до в 2005 никита бакарёв был менеджером сейчас конечно вот человек в киберспорте а я-то думаю почему я знаю только одно название в мире форза это действительно никита бакарёв его ник знаете даже когда еще он дорожался там на своем теле и была первая арена еще в донецке даже туда вот приезжала команда форсом это было более 10 лет назад проходила турниры ну почему даже туда потому что там были одни из самых лучших турниров в снг на тот момент но я имею ввиду что были везде ребята из клана форс в снг с историей с историей команда почитайте новость на самом деле довольно легко вы найдете социальные сети этой команды у них два состава этот вот и так называемый легендарный правда вот ну так невооруженным глазом просмотрев я особо никого не знал потому как за всем этим делом следить как раз таки с десятого года начал видимо ребята еще более опытные представлены в нем но пока даже не знаю вот где они будут участвовать так ну то не блэс сейвит свой 5-7 жизнь здоровье армор 2 и еще один раунд отходит в копилку спиритов очень уверенно но если учитывать что в общем спириты сами выбирали картон ферна и к этому дню подходят к понятному для них сопернику довольно постоянно что ли часто встречаются эти парни друг с другом то я думаю пока стартовый разбор и только от этого спириты отталкиваться возможно через парочку тройку раундов как раз когда девайсы дойдут за рук литлой компании мы увидим что эти ребята начнут привыкать и потихоньку забирать раунд за раунд как уже очень поздно 7 раундов ну пока еще не поздно но все равно 7 от игры найдет восьмой сейчас экономические там один оружейный не берешь вообще неприятно неплохо джерри сейчас принимает отлично работает дима прожимается у соперника за стеной но и в большинстве атака у защиты одни пистолеты и по идее сейчас нужно просто аккуратно отыграть и выйти все вместе на одной из точек даже наверно расшатывать не нужно здесь особо как-то защиту но это мы знаем что там двою спам байт внимание был действительно отправляли одного игрока глубоко в банан на встык своим соперникам давая понять наверное что всего-то он здесь был один или есть только лишь таран самом деле видим перекрестный огонь он уже работает в упоре пистолет довольно четко они в голову могут заваншотить но так случилось что распилили и ой прилетает с 5-7 на дальнюю дистанцию два калаша тут засада никто не чекает господи фэйскрэк попадешь ты дядя от тебя зависит исход этого раунда ну вот будь у него хотя бы p250 и не пожадничает 300 баксов все могло бы сложиться в пользу коллектива форзе на морали перевернули надо было моментально там топить просто суспа разорвать его в спину он не понял наверное подразменный идет близко или далеко хотел собрать пожадничать того и другого по факту не получилось и одной попой на двух студиях все-таки не усидишь ну и тут придется отбиваться то не блэку есть конечно что терять армор коллаж молотов у него в распоряжении но вот это лучше засейвить учитывая позиция старикса смотрится абсолютно нецепляемой то есть банально пески можно и увидеть но не перестрелять даже вот грейвьярд ну да все понимают контролится грейвьярд обычно всегда игроки помнят о этой позиции на одна из самых ключевых сейчас на до пленте вот особенно в лейке хотя даже многие команды исходят постоянно в приеме много топ коллективов мы видим там и хорошие позиции для bm к может отлично отыграть но самое главное чтобы был суппорт и прикрытие конечно у вас было расписаны были все гранаты связки играющих игроков на точке а 6 2 пока если честно в принципе того что мы видим не слишком много проблем создают фарзы своим соперникам ну и конечно сейчас появляется экономика у ребят и посмотрим что они придумают вновь без а в п но все очень сложно да один девайс вот 3800 остается запас за счет сейва но опять же защищаться без ввп вообще очень сложно но никто не говорит что это нереально просто намного проще другая схема будет но опять вот контроля экономики нет как бы решающая стадия первой половины уже наступает все вот по раундам в качелях постоянно в пользу тим спирит хотя бы один нужно сделать какой-то раунд с победой только недавно мы смотрели матчи из г тура вот например и не знаю матч из к ликвид вот так же точно вот в этом матче сделала команда иска в защите вот не занимая бананы даже не пытались драться за него ребята точно так же как-то вот полу агрессивно действовали сапу энта иногда на центр там чуть-чуть ему это привело люди просто разорвали своих соперников и вот такая пассивная защита обычно очень-очень сложно но опять же еще и без а в п есть entry kill 50 секунд и я думаю сейчас главная задача старик с его команды в очередной раз просто где-то фейкануть где-то растянуть и выйти всей толпой там на двоих например и а уже не единожды это получалось на самом деле понимая ошибки прошлого форзы просто на просто не ведутся идет массированная артиллерийская подготовка точка в ближних соприкосновениях на лонге на шарте мы видим и там и там укрепление синхронное будет присутствовать ну вот тут давко со своими в принципе две вспышки два щелчка и никого не останется бомб керри несется поближе к своим тиммейтам похоже что окончательное решение по заходу на точку попытка активного отвода глаз на b также провалилась да он умер но тем не менее номер три все равно остановился его сейчас нет на точке а все вот он только сейчас так себе отдал так ну и кстати на этот раз коврами колди десантировался сделали большинство было соблюдено для себя спирит из этой ситуации справиться сам тот самый алмазер который единственный минус на точке б сделал по фейкующему ставится один против всех каких-то шансов наверно взять этого раунда не питает просто-напросто в церкви отстаивается на сейс собственного девайса противовесом никто также не действует бомба за секунду конечно это было круто вот спирит все равно вот в стиле блэйдов липсайдов пытаются играть инферно там чуть ли не на последних секундах я понимаю почему так получается команда просто не хочет ошибаться и пытается разыграть раунды наверняка но все равно вот где-то по скорости там один неудачный момент там какая-то флешка какой-то хэдшот от игрока сплэнта и в реально можно было и бомбу не донести но пока что все получается не будем говорить лишнего 72 становится счет в этом матче мы смотрим на экономику фарзов 7000 тони блэк надо литлу дать авик пойдет пикать центр скорее всего сейчас так и произойдет ну вот я сомневаюсь сильно что так произойдет потому что видели мы тут совсем недавно игру литла на инферно там вообще экспериментальный кс показывали по моему болгарская команда это было экс-вот ловс которые ныне туби анонс это называются и тогда мы а в п не увидели абсолютно ни разу вот он либо с пистолетом когда все с калашами были либо наоборот он был с калашом когда все с пистолетами ну когда активные действия удачных их не было из-за сторонах нет но появляется правда правда да передропнули литву все-таки решили вернуться к стародавним но тут кэп должен тащить не тактики просто это единственный шанс в как-то реальном в данной ситуации данной экономики взять раунд просто играть сейчас экономически с одним в п наверно тоже было бы довольно рискованно но а так под форсили ребята 4 то есть 3 400 дальше упадет даже сейчас проиграю то есть там будет все равно как я понимаю 4 девайса и у литла только будет какой-то пистолет если сейчас не возьму ну и вновь глухая оборона правда теперь у литла с авпп стоит тут как же так легко происходит это просто жесть не важно на изи чех вот самая в по которой по идее стоял позиции которая ну должна решать исход этого выхода щелкать одного уходить в безопасное месторасположение мы отыгрывать перекрестку и только тиммейт теперь может хотя бы что-то сделать да ваш вот ставят после этого отсекать вот таки отвечает уничтожают своих соперников и если за заберут он сам идет перестрелки пытается как-то поломать экономику своих соперников убить хоть какой-то но как-то пока что по-моему не идет явно играл команды форз и сыпется сыпется вся эта защита и вот в большинстве случаев опять же вот эта экономика какой-то неровный байк где-то не хватает гранат где-то девайса вот иногда уж лучше психануть там сыграть два флова хэка и но это тоже условно это экономика для соперников и просто где-то не полетела ладно ну пытаются придумали схему по крайней мере экономической для себя форзы то же самое было и с болгарской пятерки хотя я думаю потому как едет игроки что растет призовой фонд если изначально там были мысли ну тренировочный вроде в начале сезона онлайн-турнир то теперь в трое увеличился я напоминаю от 10 до 30 тысяч долларов вырос а там кстати еще было очень много денег у тони блэк а тут посмотрите еще один амп появляется у мистера литла и теперь вот все все просчитано до 3 первых армора но опять же против калаши это не самый страшный вариант смотрим 3b пытаются разыграть вот сейчас варжи возможно это вот тот момент когда начнется брать раунды есть entry kill засада работает действительно причем второго за цементом так и не видели ползновение повторное будет флешка ложится сотки на некоторое время выключено за цементом есть начинается смотри не ввязываться уходит хороший минус сейчас был поджерри но и посмотрите возвращается действительно банан забирают ребята бомбу ну и смещается потихонечку литл вместе со своим а впс сейчас конечно бы то не было бы неплохо влиться флэнд на помощь смотрю на лизла он сейчас на кт спауне по моему пока еще при не могут до конца определиться ребят куда перетягиваться вот просто размен один к одному до санта делится все что нужно ребятам за атаку вот теперь защиту защита начинается настоящий кошмар как играть 3 плюс 1 ну а грамотная атака всегда почти всегда может найти того самого одного человека но сейчас опять же и сами немножечко побоялись дожимать бананы и нарываются на троих и как раз на викликла а будут ли гранат увидим кто они сами просто-напросто в ловушку вроде бы нормальное укрепление на точке а но друг от друга подальше играет звено защиты тем не менее фотография на память о тупо перестроился в библиотеке свой минус делать понимаете второй будет десантироваться и все бомбер падает просто-напросто остается один единственный довкос отвлекал внимание на точке б приходит поздно умирает быстро ну и 8 3 ну что же побьются еще команды отличный раунд для кого коллектива форс ребята шикарно отыграли литл попался в фр все так нужно но все равно за этим местами видно разрыв вот все равно между этой связкой на точке а не всегда ребята успевают пуповать но давай будем откровенными литл бы и все бы случилось абсолютно по-другому именно его вот поэтому ситуация решилась опять же он вовремя перетянулся и все тоже сделал по красоте давайте посмотрим за дам костом сейчас будет работать впп в атаке вновь ребята так более-менее занимаются банан довольно аккуратно но собирают информацию прокидывают гранаты и все очень минуты 35 все банану скилит под контролем плюс опять же ребята всегда смотрят на ковры ну и в метро есть игрок 1 6 были так называемые легендарные пришли спауна почему-то так называли называйте ли тут внимание литл в этот момент перестроился и свой минус гробов делает второй волной подсадочку придумали такая многоходовочка показались на банане теперь вроде бы как перетяжка на точку а будет работать колди украинский легионер коллектива но также как и starix коллектива спирит ну и он возможно будет либо файковать либо работать в качестве люркера так друзья ну по звуку мы точно в перерыве все пофиксим пока ты читаешь камень тихо говорят так погромче сейчас тогда давай попробую сам настроить в трансформаторную будку но мы пока смотрим как же все-таки закончится этот раунд спириты не отказываются от мысли выхода на точку b перекрестка причем мы с вертикальным человеком который сидит в банальнейшую подсадку но тем не менее своими не заделает одного второго отправляет в мир иной но бомбы ставятся и смог мешает ему активничать повторно тут еще что может сложиться кстати в пользу атаки пока дальнюю дистанцию а в.п. понимает что слева присутствует также товарищ ну и кстати смотрите было четыре в два осталось два в два причем колды по-прежнему не палился на банане будет разыгрывать пассивно на бомбу и штрафовать проходящего ну и конечно же этого пока что не происходит и ребят надеюсь будет слышно нас получше небольшой форс-мажор у нас сегодня случился но не будем о грустном самое главное что мы по крайней мере смотрим матч между командой форс и спирит ну а дальше в принципе эти команды продолжают борьбу сегодняшним вечером будет у нас и командован авангар она я так понимаю с теми и с другими сыграет поочередно вот такой вот снг контра страйк вечер у нас получается в рамках турнира хоккейс кап я там напишите как что по звуку так лучше ноги ну что же спасибо ребята что отвечаете нам чате вы самые лучшие самые терпеливые зрители спасибо что вы с нами ну что же сприт очень быстро люблю такие раунды но увидел старик что часто разыгрывается трое банан и все остается один игрок в точке это фэйс крэк его уже пытаются нашить дым слышит и убивает четко колги все равно конечно фэйскрэка развели здесь 1 2 пробегал не знал на кого переключаться но литл пытается выправить ситуацию однажды у него уже это получилось и кстати один минус делает но более ничего ну и попался по по моему или нет это был косвенный колди нет он попал в колди убегающий на ковры но если честно и дают шансы сейчас им спирит тем не менее ситуация на точке у них просто шикарная колди семью хп ну вроде бы коцины зато у него четкая позиция в доме но мы видим что даже не собираются форс выходить сейчас на а плент это сейф девайсов но все правильно делает литл он понимает что возьми ты там пятый шестой раунд по сути здесь на инферно далеко не заходить разговоры можно брать пистолет и тащить за атаку еще выигрывать эту встречу а согласитесь все было ну просто ужасно какой был счет 8 2 но стабильная закупка ожидает зато в этом случае после этого три понятное дело нужно носить и там и у литла деньги есть сейчас похоже что будет перед ропой так и происходит м куда закупает отдает и фейс крэк сам ставится с тем самым все четко в принципе единственное что два последних раунда кровь износа нужно забирать ну и также вот окроха недавно напоминал вам начале матча что в принципе не так давно коллектива присоединился алмаз либо наоборот наоборот наверное присоединились игроки да вот интересно чем это связано не знаю вряд ли наверное не самой лучшей игрой проплех ну не знаю темная история в этом плане но тем не менее лама алмазер там был четверо пришло пришлось проплеха убрать разбирается кстати дважды литл с выходящими на него вот решили с наскок забрать банан но не пользовались не молотами не флешками поэтому литл разбушевал как-то довольно просто да возможно все таки спирит подумали что два раза уже или третий раз там 3b не будет играться хотя я еще не обратил внимание на респаун по какому респу выходили и вообще что они там планировали сделать ну четко отыгрывает литл что-то сказать минус 2 и теперь вот как раз до вкос попытается как-то отгрызть одного из игроков возможно кого-то пикнуть может быть даже на точке б ну а там 3 в 4 может быть все 2 минусы есть четкое преимущество глухая теперь смотрите по расположениям обороны от защиты продолжение этого раунда и выковыривать их придется довольно таки сложно и гигантское количество гранат на это надо потратить как мы видим то их то чтобы много то ими не пользуется колдива ползает не так страшно уже теперь там сидеть в глухой обороне там на б вдвоем на тебя ну трое максимум выходит это все равно уже не проблема для стоперов б плента и точно так же казалось бы на пленте но посмотрите как легко забирает колди 1 моментальный размен но все равно есть инфа для атаки есть по крайней мере по игроку в песках и посмотрите 2 плюс 2 теперь стоит защита нет перетяжки на джерри не успеет наверное стянуться сейчас фейскрек настрижет либо все-таки будут выкуривать а вот здесь до вкос как-то вот чересчур вот легко выходил обычно там уже а ведь чуть ли не с при файром вылетает ну здесь на опыте сергей щук растащит ли 1 3 высунулся просто плечико показалось хотел развести понимая что литв находится в библиотеке его на мишот но самом деле этот выстрел оказался точным прямо в тело и посадив из этой бомбы счет станет уже 5 9 да и вот о чем я говорил очень важно вот на таких картах как там инферно трейн вот взять этот пистолет не за защиту не отдать форс вот получить экономику ну и конечно желательно еще первое оружие на как-то протащить тогда у вас вся половина ну хоть как-то нормально будет сыграно когда вас душит экономически это это просто кошмар настоящий вот и второй алик сразу же только появились деньги пожалуйста джерри говорит наверно не летит дать попробуем удивить своих оппонентов и еще раз стрельнуть возможно пикнут возможно в ковры поставит а в п сейчас посмотрим интересно что придумает литв все-таки у них новый игрок и вообще вернусь к алмазу все-таки нужен месяц хотя бы чтобы вот привыкнуть и закрытыми глазами понимать что делает твой димей ну да тут интересный момент как бы более плотно кто следит понимает что изменились ли роли то есть алмазера будет литв перестраивать или же все-таки как играл проплевк вот именно в эту схему хотел я сказать что наверное не очень оправданно в свете того что на сверху скоростях просто миссина адская какая-то в коврах происходит через маки стреляются все-таки выигрывают форзы дуэль даже трельная ой-ой-ой какая флешка и вообще какой-то сумбурный раунд получился но опять же он на руку ребятам из команды force и вот он тот самый гандикап команды spirit ну и что три раунда было все великолепно на старте вы видите что был аж счет 82 да и после этого все перевернулось на девять шесть хотя в принципе разгромом уже можно было завершить первую половину и добивать соперника лежащего на земле ногами но довольно ровные в свете последних событий балансности карты inferno счет как для первой половины и никто не застрахован от того что мы видим этаж детственный и камбэк и возможно даже переворот и форзы выйдут вперед но смотрим что будет пистолетный раунд первый был очень медленным и вдумчивым от коллектива spirit тем не менее тащить его до победного конца для себя не удалось оставшись в два перемудрили пошли на засаду на точку п получили оба по головам погибли даже без поставленной бомбы но здесь просто с наскок пытаются форзы на стрельбу выходить на бэд также встречаясь с непреодолимыми препятствиями да тут просто жесть какая-то свод фиг собирает головы бандурка там дима также включился литл единственный минус делает в этом раунде берет себе usp ну и все получил по голове 15 хп это десятый для spirit и вот вот насколько была важна эта пистолетка либо 9 9 либо 12 6 ну и так вот если там не брать взятые форсы если говорить так грубо то этот раунд был супер важен либо у тебя уже ничья там либо двойное преимущество у соперников и вот сейчас у spirit если они не проиграют этот раунд будет все очень даже шикарно возможно появится сразу один а в.п. но по крайней мере закупка будет неплохая за вкус на беретах но тут по ходу будут перенимать опыт по ходу пьес форзы также как и спириты попытаются перевернуть исход второго раунда форса для себя напомню что спирит проиграл пистолет в первой половине второй то затащили потом неимоверную серию выдали но здесь место в карьеру пытается пресечь всякие всяческие поползновения на контроль карты уже занимается баналька ешка вообще по идее это должен быть смог ковры и выход шорт плюс те самые ковры чеснок на зелень оговорился но тут как-то и защита смоки дала сразу же остановила все это дело и посмотрите как вливается там до вкос на центр нет не без шансовая разыгровка все равно убирают двоих с поверхностями да получают распоряжение и импишку достаточно количество времени есть армора вот эту дуэль выиграть все бы было безоблачно но литл один на против троих горит у него спина там уже банан снимается каковой близко в лоб и минус дядя то ли минус раунд 16 друзья пока наверное вот графики нет но все равно словами напомню на стримбонусе тримбонус точка ком смотрите нас халявные скины падают висит а я понял ну да не забывайте конечно же получать призы можно просто просматривая эфир и делается это буквально пару кликов ну и также если будете покупать на хилкейсе какие-нибудь интересные сундучки пытаться получить хорошие скины то 10 процентов от этих кейсов пойдут конечно же командам на призовой фонд под плеером у нас снизу находится ссылочка либо через сайт хилкейса там можно посмотреть какой уже призовой фонд потому что я помню был там 10 тысяч в начале чемпионата он уже по моему 26 неделя прошла 28 копейками там приближается 29 такой первый наверное случай в истории довольно удачно сбора призового посредством продажи как раз таки сундучков тут у нас в ручье затерялся сотфик ого ваншотик проштрафовал первого тиммейт синхронов раунд на голых пистолетах обычно так заканчивается и форс по одному но тем не менее разваливается тони блэк выкурят его или нет вопрос люблю такие раунды от защиты так пистолеты были позволили конечно не поджать вот агрессивная защита вот ребята я уже вот как только появилась карта инферно я об этом говорю я не знаю ну вот еще не прошел наверное прошел но игровой скажем сезон прошел где-то так давно называть и я все жду когда же когда же начнут вот как старые добрые агрессивно защищаться сейчас каждую игру смотришь вот по моему все жестче и жестче начинает набирать оборота атака защите все сложнее и сложнее мне кажется что единственный выход это как как раньше действительно просто вот играть агрессивно как поляки придумали в 1 и 6 вот так вот уже многие команды играют мы видели моу спорт какие раунды с в этом защите исполняют пытаются поджимать ldlc тоже ну не самая пока еще топ-команда но ребята потихонечку набирают обороты тоже очень интересно играет инферно с ними многие побаиваются играть и вот с таких коллективов нужно брать пример ну и ликвид конечно шикарная игра так отсел фейскрайк видел убегающего довольно четко забирает старикса который попытался ретироваться на префайре еще на муфтела и все от защиты остаются рожки и ножки и оставленные фарганы на эту карту абсолютно не роляю 2мки в распоряжении причем без позиции пытаются плиньте перестрелку до поставленной бомбы одного это получается интересный раунд от фарзов первое оружейка конечно крайне важно для них было также и вот этот выход на точку а был довольно интересно разыгран нестандартного вчера позавчера там хаос очень активно обсуждал на из г что сейчас мало кто на интерна заходит зелень ну через лонг а тут даже два игрока зашло под раскидочку и более-менее ковры пассивные играли но все получилось шикарно шикарно разыграли фарзы свой раунд сейв от сотфика бандурка тоже пока что наверное будет сейвится хотя если контакт размен не самый возможно удачный сейчас было бы неплохо сохранить два девайса наверное ребятам из команды spirit ну что же 12 7 и пока еще борьба на этой карте инферно между коллективом ферса за форс и спирт не закончен да ну и смотрим что будут ребята дальше делать не с горами на раунд тул форс в принципе они это и делают ну и смотрим точно без эвп в этом раунде пренебрегают им закупают без армора кстати тоже на пистолете литва вот похоже экспериментальные схемы в атаке начинаются дяди толи будет он копить либо играть с калашом один-единственный в следующем ого-го-го звук пошел можно да так я я никто не теперь отлично вообще все супер ребята должно быть теперь наверное даже будете писать что потише сегодня наших ребят они там все заняты да сами теперь мы даже сами себя слышим вообще великолепно все стало этапа покопавшись в проводах сделал чудо красавчик но пишите ребят в чате как как все стало я думаю что должно быть все просто найс да еще раз извиняемся такую карту извиняемся перед зрителями перед командами спирит и форс но сразу предупреждали уж лучше вот так посмотреть чем мы просто бы не включили стрим на эту карту минус уши ну все значит звук появился да будет свет красиво так ну и смотрим что будет здесь потому что борьба как правильно отметил таффа закончена абсолютно в атаке могут сами свою экономику законтролить да и первым номером действия форс в общем-то навязать серьезную борьбу своим соперникам ну вот пока не удается уже в этом раунде потеряли фейскрек что-то у него сегодня как это немного растерянная такая игра и моменты со смоками в первой половине мы видели и антрефрагом сладким он становится становится раз от раза но особого преимущества все равно не получено четыре атакующих игрока являются жесткой силой правда растянуть пока не могут просто петляют по карте а время идет 30 секунд да в кост хорош просто хорошо забрал только что у соперника но и посмотрите что сейчас будет происходить выход на точку b ребята закрыты сидят и давайте смотреть что там происходит ой-ой-ой алмазер литтл здравствуйте говорят соперника минус бандурка минус отфиг и все только был entry kill от spirit и к сожалению хилпа не пришла не пришла хилпа не было инфы по банану да и как-то смотрелось что не ожидали этого захода хотя 25 секунд на таймере в любом случае сейчас будет врыв на одну из позиций если вы не чекаете и стоите дефолтно и пассивно то ну вот хотя бы как то должны уже встречать по пониманию что будет этот выход но выглядело все немножечко сумбурно похоже все на сейф вот звена защищающихся у спирита в бомб чисто поставлена и никто не прибегает к ретейку но вот я в этот момент если честно думал что литтл не побоится с ребятами попытается вот все таки как-то поискать своих соперников ну да целых трое игроков сейчас осталось в живых у спирит ну и самих конечно же не самые лучшие деньги вот про чек или банан все дальше дальше не нужно но ладно еще один раунд нужно выиграть команде force чтобы заставить спирит играть экономические раунды а так можно и на 10 12 выйти я уверен что об этом всем сейчас говорит старик вместе с ребятами ну и конечно же докупают юмп посмотрим с чем будет работать бандурка вообще наверное с п 2 с пистолетом молотов докупил гранаты ну понятно приоритетом для защиты являются именно гранаты а не какая-то пушка с армором пусть это кольца армора инферно то предрасполагает здесь все прекрасно понимают что до одного там по 250 5 севана в стыке может хватить единственный выстрел в голову и все забираешь трофейный девайс и уходишь невредимого по работе есть отлично да в кост а раун подряд дает entry kill но вот предыдущим не хватило не доиграла команда ну а тут моментальный размен от тони посмотрите хэлпа вроде бы успевает посмотрим как сыграет да в кост пленте уже третий игрок решил ему на помощь а где граната атаки они просто выходят на прицел к вику где гранатов си по одному расстрельная бригада в действии ну вот еще одного на волоске хп но тем не менее выживает товарищ до в кост турельная в п за сигареты за дефолт нам работает на 150 процентов из того возможных кпд зашкаливает там даже тиммейтер тут столяна можно спросить вот как вот так команда вышла вот по одному просто вы же вышли бы все одновременно одну все дает один минус авик и и все на этом заканчивается кто-то поспешил кто-то видимо не успел но опять же команда думаю ребята привыкают друг другу нужно им немножечко дать время на тренировки чтобы эти ситуации разыгрывались закрытыми глазами какой же шраун все-таки потащил сейчас да в кост так ну и разнобай в этом теперь от фарзов литл на а в п с пистолетом джерри не работает в стейке первое увидел но не победил потому что только что мы говорили о том что не берут раунд спирит они играют экономически сейчас такая же ситуацию фарзов а в п коллаж два юмпи и по гранатам что ребят смолк две флешки и одна хайе но тут под один смолк куда-то нужно выходить и не знаю наверно это б-плэн должен быть просто смолк хилпу и чуть ли не степом выйти вот просто на отстрел есть контактный раунд с надеждой на а в п здесь действительно строится вы ждали тайминг когда контргранаты раскинут как раз таки защищающиеся спириты это уже произошло их остается все меньше на одну раскидку да и то у давкоста как-то застопить проход по банану и все и дальше просто-напросто лоп-лоп перестрелка на что и рассчитывали force ну что ж 55 секунд на таймере спирит находится в глухой обороне на точке а и на точке б на самом-то деле но это не мешает давкосту делать фраги кто-то из игроков атаки решил прочекать кто же там с клопы выходит у защиты и просто на ровном месте потеряли литла но тут наверное литва все таки попытался пикнуть соперника и был наказан но и выход на ребра три игрока защиты один из них в нычке отличный выпад от колды старикса вообще не чекают и судя по всему команда for force потихонечку поплыла но честно были видны идеи были раунды и пока еще все таки игра не закончена но мы понимаем что ситуация уже крайне сложно 14 8 нет экономики и у спирит в принципе по этим показателям все даже очень ничего и а в п есть и даже если проиграют раунд плюс 1400 к этим деньгам которые есть это очередная закупка и ну наверное уже дожмут спирит своих соперников хотя давайте досмотрим чем закончится эта разборка алмазер на цзешке если ребят по 250 и просто неимоверное большое количество гранат ну видно мысль на самом деле у спиритов то есть как бы там все не случалось изменяются у них немножко позиции вот самый не прочек старикса казалось бы дефолтнейшая позиция в нычке на миду но тем не менее ее не посмотрели но теперь надо вместе издавить максимально быстро понятно самом деле раскидка идет волновая тем не менее выхода нет вот только теперь пошли все готовые не пушеные расстрельная бригада в действии опять-таки ложится на шарте дядь толя неплохая раскидка и от защиты было как мы видели все полыхало минус литл без потерь берут раунд спирит опять умножают свою экономику как минимум еще на один раунд ну и все 58 тут наверное либо 7 подряд что-то неимоверное нам выдадут фарзы покажут классный камбэк либо конечно все очень быстро заканчивается ну и опять на последний раунд нет автоматических девайсов пистолеты он ли я там думаю все с другой стороны на тает ну вот кстати предыдущим не было посмотрим сейчас спауны близкие были причем сразу два под банана первыми добегут то есть конечно или флешка проброшенная ляжет заранее можно и застопить и зафлешить и выйти как раз таки полетели и та и другая флешка и хаешка есть видите абсолютный плайн минус от жерри а здесь можно и бандурку зажать вот дальше снова побоялись этой гранаты как-то один пошел и дальше нет размена литл дальше великолепно забирает соперника минуса тони как подловили колди и вот это да 4 в 2 и все таки не заканчивается еще эта встреча интрига моментально возвращается к нам на карту уже сэйвит авик да в кост и старик возможно кого-то подрежет возможно на ниндзя сыграет нет пока из церкви попытался прострел еще через стенку прошивают понимаю где он находится там и дамаг получил по пяткам ну небольшой но тем не менее немножечко под испугался в этом моменте все раунд отыгран 20 секунд просто напросто врыв банана хорошие действительно два первых спауна и все предопределено как бы там дима бандурка не пытался все дело остановить но как мы видим и трофейные калаши свои собственные из предыдущих раундов получают распоряжение форсы теряют всего лишь на проходе одного фаискры немножечко как это расслабились потому что понимали какая экономика у форзов возможно из-за этого чуть дальше чуть шире вышли и были наказаны ребята из команды spirit вот все-таки дали шансы сейчас своим соперникам а это может привести к очень неприятным последствиям да конечно про деньги мы говорили у spirit все круто посмотрите там еще останется что-то после этого бая но принципе ничто не мешает сейчас форзам просто вот брать каждый раунд и тащить тащить и еще раз тащить но хотя возможно это знаете до первого классного момента отдав кост там пару фрагов и и принципе все игра закончена тактическая пауза от литла обсуждают действительно но понимает что в принципе очки лишними в таблице не будут да там в группе присутствует восемь команд и всего лишь две покидают турнир на стадии групповой остальные шесть проходят в плей-офф уже в одну восьмую если ничего не путаю финала но вот эти вот две победы заполучить нужно и нельзя сказать что соперники будут чуть менее сильными далее тут и авангар казахи есть которые крушат абсолютно все уже болгаром форс проиграли тогда еще под названием экспорт так поэтому очень все сложно и нужно бороться за каждую победу путь теперь только лишь в овертайме ну что ж смотрим шикарное продолжение инферно может быть она конечно будет и коротким буквально один раунд нужно ребятам и spirit но мы видим что пытаются зацепиться за игру форс задача сложная до 6 подряд еще нужно но в принципе чуть-чуть давить экономика крепкая но не у всех что называется в принципе вот взятием этом этим этого раунда и следующего можно ее подопустить но посмотрите молниеносно до спирит занимают банан правда заканчиваются смоки есть там чем обновить бы этот смоук под нулем потому что тут и авик может выйти сейчас очень больно ну а века нету это очень хорошо для команды spirit нету форзов так натяжка решительных действий ретейк банана начинается в этот момент там уже идет перестрелка и надеюсь сейчас авто директор все-таки соизводит нам оказаться на этой точке минус в исполнении фейс крака отличный фраг наконец-таки антрефраг от него и а не по нему бандурка готов рваться перестрелку если вдруг пойдут но как мы видим это просто-напросто растяжка обороны кстати это прекрасно спирит и понимают один опорный уже с точки б уходит сотфиг но все-таки джерри аскадал гранаты и вернулся вернулся сотфиг обратно в шикарный момент выход 4 на 2 на пленте в этот момент развивается тут бы еще не подставится джерри будет шикарно у него было очень мало кп он все равно решил постреляться видимо ну окей все равно двоих не отпускают спунта б проброшенный смачок а там уже фейк ну что так мудрит команда форз слишком сложно вот это раунд они приводят одного чувака оставляют его на выход сначала на точке б теперь на точке а опорное звено баражирует от плента к пленту теперь переходя под плент б вот нужно вот этого парня посмотреть да он не посмотрел назад он не прочекал что или посмотрите сейчас налево посмотри налево ай-яй-яй какой кошмар происходит у нас на карте поздравляем команду спирит с победой 16 9 был шанс выйти на центр я думал что он даже его услышал пробегающего в ноль развернулся бы поставил прикрыл бы спину и может быть появился шанс но это уже чересчур по моему беготня по плентам было ну тем не менее задумка конечно на миллион если бы реализовалась то памятник при жизни дяди толи его парням но по-моему перемудрили реально уже в этом моменте они и так выходили уже четыре на двоих до потеряли 1 но он и так как то был уже в той ситуации когда ребята ушли назад ну что ж спасибо командам за игру 16 9 абсолютно заслуженная победа команды спирит но если честно форс могли побороться вот возможно не хватило им каких-то раундов первой половине вот как раз может быть какого-то удачного начала все-таки 82 шикарный старт был для ребят и спирит в атаке и наверное именно вот это начало и повлияло на всю оставшуюся встречу и за счет вот этих раундов ребята смогли додавить своих оппонентов удачи фарзам на тренировках удачи в следующих матчах сегодня будет еще одна игра мы как раз посмотрим на все это дело ну а сейчас у нас сейчас у нас будет небольшая пауза друзья немножко повисит кс потом появятся титры с так сказать информация о предстоящих играх и все становится я думаю да настроимся и посмотрим сегодня еще два был один назад работаем и студии все будет шикарно и замечательно поэтому еще раз извиняемся за сегодняшний эфир